Весы это не наш инструмент. Вот у этой девочки 50 килограммов, достаточно стройной, будет ожирение. И за счет мышц вы будете худеть, а жиры как лежали, так и будут лежать. Марин, привет! Привет! Встречаемся с тобой сегодня в новом видео для того, чтобы обсудить. Вот сейчас на просторах интернета от нутрицологов, от диетологов постоянно слышим о том, что для здоровья очень важно избавиться от лишнего веса. И у меня вопрос, а всегда ли похудение на пользу здоровью? Далеко не всегда, потому что это очень важно, каким способом сбрасывается этот вес и что сбрасывается. У меня много клиентов, которые, похудев на коктейльчиках, приходят ко мне потом возвращать здоровье, потому что очень важно, что происходит в процессе сброса веса. Обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы понять, как худеть категорически нельзя. Для начала надо понимать, что здоровый организм никогда не держит лишний вес. Но вес складывается у нас из разных составляющих. То есть наш организм состоит из костной массы, из мышц, что является важным органом для поддержания нашего здоровья. И из жировой ткани, которая тоже быть должна в определенном соотношении. Ну, безусловно, там вода, конечно, есть. Так вот, когда человек худеет, ограничивая себя, например, калории считая, или коктейлями заменяя один из приемов пищи, или жиры, исключая из рациона, например, да, потому что они, естественно, самые калорийные, то такой человек должен понимать, что он распрощается со своей гормональной системой и абсолютно точно поломает себе детокс. Без жиров, без полноценного усвоения белка эти структуры работать не могут. И когда человек худеет, сбрасывая, например, мышечную массу, то есть есть такое понятие, как худое ожирение. Вот, чтобы было понятно, расскажу. Предположим, есть у нас две девочки. Одна 50 кг и другая 50 кг. Но одна такая крепенькая, сбитая, рельефная даже, можно сказать. А вторая, она худенькая, но она такая жиденькая, она дряхленькая. То есть мышц нет, но есть жировая прослойка. И вот у этой девочки 50 кг достаточно стройной будет ожирение, потому что процент жира в организме больше, чем он должен быть. А мышц нет, но за счет этого цифра на весах вполне ее устраивает. И по индексу массы тела она будет, в общем-то, в пределах нормы. Поэтому очень важно понимать соотношение вашего тела. Я всегда говорю своим клиентам и ученикам на курсе, что весы это не наш инструмент. Наш инструмент это биоимпедансный анализ тела, который показывает соотношение мышечной, жировой массы, костной ткани и воды. И вы можете, например, сдать такой анализ один раз в каком-то фитнес-центре или вот в клиниках сейчас стоит такое оборудование. Там вам скажут вашу реальную картину. А дальше вы можете купить себе дешевые весы, которые стоят там в пределах 2000 рублей. Они, конечно, безбожно врут, но нас не это интересует. Нас интересует динамика. И вот когда вы занимаетесь похудением своим через здоровое питание, через образ жизни, вы должны наблюдать вот эту динамику, что у вас мышечная масса растет, а жировая масса снижается. Это правильное похудение. Ну, то есть весы не наш инструмент, те самые обычные, которые показывают килограммы. А те, которые вот показывают мышечную массу... Они показывают и килограммы, и плюс мышечную массу, жировую массу. Ну, и сантиметр, да, наверное, еще такой. Да, да. И вот хотела сказать, что еще наш инструмент это сантиметр. Потому что когда у вас уходят объемы, на то... Ну, вы ориентируетесь прежде всего, конечно же, на объемы. Но объемы... Тут тоже есть нюансы. Потому что сначала наш организм теряет воду. А потом, если он начинает терять, например, мышечную массу, вы тоже по объемам немножко уйдете. И поэтому биоимпедансный анализ должен быть обязательно. Марин, давай еще раз вернемся к теме. Все-таки, чем опасно может быть неправильное похудение, когда мы не обращаем внимания на состояние здоровья, а есть вот просто перед нами основная цель увидеть меньшую цифру на весах. Чем это чревато? Чревато тем, что когда мы ограничиваем себя в питании, мы начинаем худеть. Но за счет чего? Во-первых, это огромная токсическая нагрузка на организм. Потому что излишняя жировая ткань – это депо для токсинов. Там малый кровоток, и организм как бы туда прячет токсины, чтобы они опять не разносились по организму. И вот вы начинаете худеть, и у вас жировая ткань действительно будет уменьшаться. То есть все эти токсины попадают к вам в кровоток. И если ваши органы не готовы к такому, а скорее всего они не готовы, вы получаете, грубо говоря, отравление. Какую симптоматику на этом можно получить? Головные боли как минимум, высыпание на кожу как минимум, потеря энергии, такое состояние, как похмелье какого-то. Просто мало кто понимает, что это еще огромный урон внутренним органам. Например, той же щитовидке. Ей достается. Например, тем же органам гинекологии. Им достается. Например, той же гормональной системе. Плохой детокс – это плохо для всего организма. Поэтому худеть надо не больше, чем 500 граммов в неделю. И когда я сейчас вижу, как ко мне приходят, например, люди возвращать здоровье после похудения, и говорят, что я вот там 5 килограммов сбросил за неделю на каких-нибудь коктейльчиках функционального питания, а теперь помоги мне вернуть здоровье гормональной системы, вот это как раз оно и есть. Неправильное похудение. Потом вы же должны понимать, что когда вы худеете, вы теряете не только жировую массу, а и мышечную тоже. Потому что жировая масса распределяется у нас как? Например, тот спасательный круг, висцеральный жир, он легко достаточно уходит. А вот жир с бедер, например, он не быстро уходит. Организм откладывает его уже на самый черный день. И поэтому организму проще сжечь ваши мышцы, чем вытащить тот жир. И за счет мышц вы будете худеть. А жиры как лежали, так и будут лежать. И цифра на весах вроде бы вау. Да, и цифра на весах вроде бы как уменьшается, но при этом чувствуете вы себя хуже. Поначалу легче будет, а потом будет хуже. Потому что какое-то время еще системы будут работать чисто на ресурсе, на компенсаторике. А дальше все, начнется там поломка, здесь поломка. И вот посыпался организм. Самое главное, знаешь, часто наблюдаю, это как раз таки вот люди, которые похудели резко, и не обращая внимания на свое здоровье, это потом клиенты пластических хирургов. И в инстаграме у нас попадается много картинок до-после, когда ты похудел, и целая куча кожи лишней, и ее вот только отрезать потом. Ну да, не, ну если человек, например, худеет со 150 кг, тут хоть как отрезать. А если человек худеет, например, с 90 кг, вполне может кожа подтянуться. Причем у нас же сейчас ученики на курсе, они говорят, что не только в 20-25 кожа подтягивается, она и в 40-50 подтягивается. Но это если правильно организовано питание, и организм снабжается вообще всем необходимым, а самое главное, все это необходимое усваивается. Потому что мало дать организму все необходимое, надо еще убедиться, что все это организм усвоил и отправил туда, куда нужно. Ну и есть еще одно последствие неправильного похудения, это когда все возвращается назад, достаточно быстро. И это происходит потому, что как раз вот эти вот системы, которые ответственны за то, чтобы мы не набирали лишний вес, прежде всего наша, конечно, гормональная система, даже тот же тестостерон, который никогда не даст набираться жировой массе, щитовидная железа, например, или поломанный углеводный обмен, все это не учитывается при похудении, не нормализуются эти функции, и понятно, что все возвращается назад, как только человек возвращается к прошлому питанию. И поэтому диета это всегда временная какая-то мера, после которой человек возвращается к тому, что было. То есть не перекраивается образ жизни, не перестраивается рацион питания, не вводятся новые какие-то привычки, которые потом по жизни остаются с человеком. Это вот просто какая-то временная мера. И после этого, конечно, все возвращается. Мне проще всего объяснить на своем собственном примере. Я сейчас таких людей очень часто встречаю. Мне казалось раньше, что я такая одна. На самом деле нет, я не уникальна. То есть когда я худела на диетах, я ограничивала себя в жирах, я считала калории, у меня даже китайские таблетки как-то раз проскочили. Благо я от них вовремя отказалась. Все это время моя гормональная система работала из последних возможных ресурсов. И понятно, когда эти ресурсы кончились, они кончились где-то лет через пять после того, как я реально похудела. Я пришла к врачу, я пришла с поломанной гинекологией, я пришла с убитой щитовидкой. И потом еще врачи меня полечили. Меня лечили антибиотиками, меня лечили гормональными препаратами. И, в общем-то, мой сброс веса привел к тому, что с гормональной системой я распрощалась. Потому что это первое, что страдает, когда человек начинает худеть неправильно. Не оглядываясь на здоровье, не принимая его внимания, а когда единственной целью это сброс веса. Вот не надо сбросить вес во что бы то ни стало. Не разбираясь, как устроен организм, как он работает, что ему надо. Поэтому я предпочитаю все-таки худеть медленнее, может быть, да, но сохраняя здоровье, даже приумножая, я бы сказала, его восстанавливая, даже так скажем. И поэтому, когда я лечилась потом у врачей, это было такое тоже дряблое тело, это был тоже лишний вес в районе талии. Но когда я восстановила свое здоровье, у меня уже не было на первом месте похудения, потому что мне надо было просто здоровье вернуть. Но когда я восстановила здоровье, я обратила внимание, что и фигура стала другая. То есть начала нарастать мышечная масса. А мышечная масса, между прочим, это самый энергоемкий ресурс, который жгет жиры даже тогда, когда вы спите. И вот у меня начала нарастать мышечная масса, начали постепенно уходить жировые отложения, и кожа начала подтягиваться. Но и при этом чувствовала я себя, конечно, гораздо лучше, чем тогда, когда я худела. Когда у меня была бледная кожа, когда, кстати, сыпаться волосы начали, потому что это тоже одна из побочек такого неправильного похудения. Ну и энергии стало, конечно, больше, потому что щитовидка такая ожила, встрепенулась. И мне хотелось уже жить, мне хотелось уже не так, как раньше, когда я худела. Когда я похудеть-то я похудела, но при этом мне уже ничего не хотелось. Давай за финалем тогда твой метод похудения. В чем он заключается? Мой метод похудения заключается в возвращении организму ресурсов. Здоровый организм, лишнюю жировую ткань, никогда не будет наращивать, держать и копить. Когда мы восстанавливаем здоровье, у нас ученики замечают, даже те, кто не пришли за этим, что начинают уходить объемы и лишние жировые отложения. То есть моя методика, это через здоровье мы возвращаем стройное подтянутое тело. И здесь надо понимать, что у каждого из вас будет свой путь. Кто-то будет восстанавливать, например, поломанный углеводный обмен и инсулинорезистентность, и вес просто сам по себе начнет исчезать. Вместе с весом, кстати, исчезнут и папилломы, ну и много там чего еще. А кто-то будет восстанавливать щитовидную железу, но перед этим надо восстановить желудочно-кишечный тракт, потому что одно без другого здесь не работает. И тоже вы заметите, что тело начинает обретать стройность, начинает нарастать вот эта мышечная масса, появляются округлости такие аппетитные. А кто-то будет работать, например, там с лептинорезистентностью, кому-то достаточно просто скорректировать стресс, добавить движения и высыпаться. И этого будет достаточно для того, чтобы ваш организм начал оживать. То есть, когда мы восстанавливаем образ жизни, мы всегда делаем это комплексно. Не только за счет того, что мы убираем жиры или один прием пищи меняем там на какие-то коктейльчики. Не только за счет того, что мы идем в тренажерный зал и чуть-чуть уменьшаем колораж. Нет, это как раз неправильные пути похудения, которые однозначно залазят в ресурсы вашего здоровья. И рано или поздно, это только вопрос времени, когда вы все-таки лоб в лоб столкнетесь с этими проявлениями нездоровья. У меня есть еще один последний, наверное, вопрос. Если это все так, то почему тогда огромное количество фитнес-тренеров, диетологов, которые пропагандируют калории, ограничения жиров, дробное питание, вообще не смотрят в сторону здоровья? Ну, это распространенная методика, которая какое-то время оправдывала себя, потому что действительно на ней человек может похудеть, но с последствиями. Ну и плюс не надо забывать, что когда вы приходите, например, к фитнес-тренеру с целью похудеть, то его цель вас похудеть, не в здоровье вам вернуть. Когда вы приходите к косметологу за красотой и молодостью, его цель как раз красоту и молодость вам там на мордашке сделать, не здоровье вам вернуть. А я хочу немножечко сейчас перевернуть ваше мировоззрение и заставить вас по-другому посмотреть на это, потому что через то, что вы восстанавливаете здоровье, вы можете и фигуру себе хорошую вернуть, и красоту и молодость в том числе, потому что это такие плавно вытекающие правильные последствия здорового образа жизни. Здоровый человек, здоровый организм не будет держать лишнюю жировую ткань, потому что это депо для токсинов и отдельный эндокринный орган. Это проявление как раз нездоровья организма. Если вы не знаете, с чего начать процесс похудения, даже, пожалуй, не так, не процесс похудения, а процесс восстановления здоровья, я рекомендую вам посмотреть мои три бесплатных видео. Ссылка в описании к этому видео. Ну а с вами была Марина Жигульская. До встречи в новых видео на нашем канале Школы Здоровья и Ресурс. До встречи в новых видео.